12 цилиндров двигателя при помощи впускного трубопровода. При такте впуска разрежение в цилиндре двигателя передается в смесительную камеру. В узкой части диффузора скорость потока воздуха увеличивается, а давление падает. В результате разности давления в диффузоре и в лавковой камере топливо вытекает из распылителя, разбивается на капли, проходящие воздухом, перемешивается с ним и образует горючую смесь. Работоспособность двигателя целиком зависит от состава, иными словами, качества смеси, которая определяется соотношением бензина и воздуха. Остановимся подробнее на этом вопросе и рассмотрим необходимые нам составы смеси и влияние их качества на работу двигателя. Установлено, что для полного сгорания одного килограмма бензина необходимо 15 килограммов воздуха. Смесь с таким соотношением называют нормальной. Двигатель работает на ней устойчиво, с несколько пониженной мощностью и незначительно увеличенным расходом топлива. Горючая смесь с некоторым избытком воздуха против нормального его количества, а именно при соотношении одного килограмма бензина и 17 килограммов воздуха, называется обедненной. Она отличается замедленным голением, поэтому немощность двигателя, работающего на этой смеси, несколько снижается, но повышается экономичность. Если в составе горючей смеси количество воздуха превышает 17 килограммов на 1 килограмм бензина, смесь называется бедной. Двигатель работает неустойчиво, мощность падает, расход топлива увеличивается. Обратимся теперь к горючим смесям, состав которых изменяется в сторону обогащения. Смесь с недостатком воздуха, а именно при соотношении одного килограмма бензина на 13 килограммов воздуха, называется обогащенной. Скорость сгорания ее возрастает, благодаря чему и давление газа в цилиндре к началу рабочего хода увеличивается. Мощность двигателя, работающего на обогащенной смеси, будет наибольшая, но повышается расход топлива. За пределами обогащенной смеси лежит смесь богатая. При недостатке воздуха в этой смеси бензин сгорает не полностью. Итак, работоспособность двигателя обеспечивается смесью, ограниченной соотношением одного килограмма бензина и количеством воздуха в пределах от 13 до 17 килограммов. Система ускорительного насоса обеспечивает двигатель обогащенной смесью при резком переходе на режим полной нагрузки. Работа двигателя на малых оборотах хвостового хода совершается при прикрытом дросселе. Для работы на этом режиме в карбюраторе предусматривают отдельную систему, которая состоит из каналов. Топливного жеклёра, воздушного жеклёра и регулировочного винта. Система питается топливом из распылителя через жеклёр главной дозирующей системы и выходит двумя отверстиями в смесительную камеру. Во время работы, когда под разряжением находятся нижние отверстия системы, топливо через главный жеклёр поступает к топливному жеклёру холостового хода и далее направляется по горизонтальному каналу. Здесь оно смешивается с воздухом, поступающим из воздушного жеклёра и по вертикальному каналу в виде эмульсии выходит в смесительную камеру через нижние отверстия. Через верхние отверстия, расположенные выше дросселя, поступает воздух и уменьшает разряжение в системе. Когда же при некотором открытии дросселя разряжение будет передаваться и на верхние отверстия, через него также будет подаваться эмульсия, обеспечивая плавный переход от режима холостового хода к режиму средних нагрузок. Рассмотренная нами система карбюратора органически входит в конструкцию современного карбюратора К-88А. Карбюратор вертикальный с падающим потопом воздуха. Он имеет общий воздушный патрубок и две смесительные камеры, работающие каждые на 4 цилиндра. Такой карбюратор называется двухкамерным с параллельным включением камер и применяется на многоцилиндровых двигателях. В каждой камере расположен двойной диффузор, обеспечивающий лучшее распыление топлива. Поплотковая камера общая для обоих смесительных камер. Здесь расположены системы экономайзера и система ускорительного насоса с общим приводом. Камера сообщается с атмосферой из-за воздушного патрубка. Топливо поступает в поглаковую камеру через сетчатый фильтр. Игольчатый клапан подачи топлива цельмический. В гнезде клапана сделаны каналы для прохода топлива. Под рычагом поплавка установлена пружина. Эти конструктивные меры обеспечивают надежность работы запорного механизма. Карбюратор имеет две самостоятельные дозирующие системы. Каждая система имеет главный жиклер, колодец, жиклер полной мощности, распылитель и воздушный жиклер с каналом. Система имеет выход в ключи малого диффузора. Режим частичных нагрузок. Работает главная дозирующая система, приготовляя смесь обедненного состава постоянного качества в результате компенсации ее гневматическим торможением. Режим максимальной нагрузки. В работу включается экономайзер с механическим приводом, обогащая смесь. Режим ускорения. Одновременно с главной дозирующей системой срабатывает ускорительный насос, обеспечивая быстрый переход от средних режимов к максимальным. На режиме холостого хода работают две системы, каждая для своей смесительной камеры. Режим пуска двигателя требует сильного обогащения горючей смеси. Для этой цели в верхнем батарке карбюратора устанавливают воздушную заслонку с автоматическим клапаном. В момент пуска холодного двигателя ее закрывают. В смесительной камере создается большое разряжение, под действием которого топливо обильно вытекает как из главной дозирующей системы, так и из системы холостого хода, сильно обогащая смесь. После пуска двигателя воздух через открывшийся автоматический клапан поступает в смесительную камеру, не позволяя двигателю заглохнуть. Такова схема работы карбюратора К-88А, установленного на автомобиле ЗИЛ-130. Устройство карбюратора К-126Б аналогично устройству карбюратора К-88А. Отметим лишь в некоторой конструктивной измене отдельных элементов. Главная дозирующая система каждой смесительной камеры имеет не два шоколера, включенных последовательно, а один. Истечение топлива в системе пригормаживается воздухом, поступающим из воздушного шоколера через четыре боковых отверстия эмульсионной трубки. Это обеспечивает устойчивую однородность смеси по всему среднему режиму. Система экономайзера имеет самостоятельный выход через центральный распылитель в обе смесительные камеры. Жеклер экономайзера расположен в начале системы. Ускорительный насос механического привода один для двух камер. В принципиальной особенности он не имеет. Система холостого хода отдельная от смесительной камеры. В ровном отверстии. Воздушный жеклер. Каналы. И эмулировочный винт. Система питается топливом из колодца главной газирующей системы в непосредственной близости к главному жеклеру. Для обогащения смеси при пуске двигателя установлена воздушная заслонка с автоматическим квапаном, действие которой аналогично заслонке карбюратора К-88А. Карбюратор К-126Б применяется на двигателе автомобиля ГАЗ-53А. Карбюратор К-88А на двигателе автомобиля ЗИЛ-130. В каждом из них сосредоточены все знакомые нам устройства и системы. Рассмотрим конструкцию карбюратора К-88А. Из корпуса воздушной горловины. Корпуса поплавковой камеры. И корпуса смесительных камер. В корпусе воздушной горловины находит сетчатый фильтр топлива. Игончатый клапан подачи топлива. И форсунки ускорительного насоса, отлитые с корпусом. В корпусе поплавковой камеры размещены поплавок. Поршун ускорительного насоса с деталями. Детали экономайтера с механическим приводом. Два воздушных жиклёра главной дозирующей системы. Два жиклёра холостого хода. Главные жиклёры. И жиклёры полной мощности. В корпусе смесительных камер расположены дроссельные заслонки. Два винта регулировки качества смеси на холостом ходу. И упорный винт, ограничивающий закрытие заслонок. Все три корпуса соединены болтами в одно целое. Играет музыка. 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 Играет музыка.